Дом, где живут книги. А на время здесь поселились еще и куклы. В детской городской библиотеке на улице Шубиных открылась выставка Татьяны Степановой «Игрушки наших бабушек». В том, что жизнь современных библиотек не скучна, разнообразна и интересна для посетителей, убедился временно исполняющий полномочия главы города Игорь Чебыкин. Вы знаете, это не просто дом, где хранятся книги и выдаются почитать. Это, по существу, некий клуб, где можно отдохнуть и провести время и с родителями, и с друзьями. Есть много интерактивных, предлагается, действий. Сюда, как мне сказали, приходят родители, находят для себя тут тоже, что почитать, пока детишки заняты со своими книгами, папы сидят с журналами. В общем, для меня это такое, ну, по существу, открытие, потому что на базе библиотеки проходит до тысячи различных мероприятий в год. То есть, по существу, это некий центр приобщения к культуре. Выставка кукол собрала своего зрителя – детей. У девочек на такие игрушки горят глаза. Мальчики внимательно слушают рассказы автора. Татьяна Степанова признается – первых кукол сделала в юношеском возрасте. Затем появился интерес к истории русского народного быта. Так все само собой и соединилось. Куклы с подтекстом, где каждый стежок нити имеет свое значение. Я считаю, что куклы, они для того, чтобы контакт был, особенно у детей. Поскольку я преподаю, я педагог, занимаюсь с детьми. В частности, одно из направлений – это как раз у нас тропичная кукла и народная игрушка. У меня дети на занятиях сами кукол делают. То есть, я им своих каких-то приношу, они смотрят. Потому что вот в руках у детей кукла, она оживает. Имен у кукол нет. Автор считает, что давать их должен хозяин. Познакомиться с красавицами может каждый желающий. Выставка будет работать до 21 ноября. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.